Заводила, и что вы как раз инициировали возрождение этого проекта? Да, все это правда. А вы работали здесь? Да, я здесь работала. Ой, какой же это год. Год не помню, но ушла в 2012 или 2014 год. Я точно не помню на даты, но проработала я здесь 15 лет. И я когда пришла, конечно, я не знала этого бывшего директора Крищенко, но столько-столько я слышала о нем хорошего, начиная от самых рабочих и кончая руководством, что это был необыкновенный человек, необыкновенный. И я по его, вот по рассказам, я считаю, что он столько сделал для города, что это герой нашего города, герой. Какая идея, вера этот возродить, что еще, чтобы здесь было? Какая идея? Значит, мы поставили свою цель, чтобы увосковечить память о Грищенко, чтобы из этой площади, вот которая сейчас называется площадь Грищенко, присвоено это звание этой площади постановлением исполкома, чтобы сделать из него мини-парк, чтобы люди здесь отдыхали, провести освещение, поставить стелу в честь его, установить лавочки, сделать насосение, их двум выразить. Вот такая у нас задача. И я думаю, что мы добьемся, потому что, ну, не буду сильно большой скромницей, но такие организаторы с ней способностей у меня есть, и я это дело доведу за контакт. Кто сегодня принимает участие в субботнике? В субботнике больше ста человек. А кто? Кто это? А сейчас сюда и молодые студенты из педуниверситета, студенты с МИМС, наши работники завода, все и молодые, и старые вышли на этот субботник, потому что, я же говорю, любили этого человека и хотят, чтобы вот именно этот кусок города принадлежал, и его имя носил, и принадлежал для отдыха, и чтобы люди здесь получали удовольствие, приходили и отдыхали.